друзья здравствуйте меня зовут артик и я рассказываю о том как быстро и легко и правильно ремонтировать автомобиль сегодня в работе аудио 4 2014 год выпуска кузов b8 автомобиль с дизельным v-образным двигателем объемом 3 литра 3.0 т.д. и семейство я а 8 9 7 автомобиль приехал на станцию с проблемой уходит антифриз падает уровень причем бывают такие ситуации когда есть капли под автомобилем бывает уровень опускается и нет ни подтеков ни следов ничего есть проблема есть одно место проблемное вернее не само место некоторые элементы которые расположены в развале блока цилиндра именно там происходит течь почему антифриз капает иногда почему нет потому что если течь очень маленькая антифриз успевает испариться на блоке цилиндров там засохнуть застыть грубо говоря превратится чуть ли не такой воск который очень тяжело потом отскребать от блока цилиндра в общем если долго ездить течь большая антифриз будет капать если пробеги не очень большие антифриз может даже не капать но уровень будет падать в общем что я все рассказываю сейчас все конечно же покажу расскажу детально подробно и пошагово где проблема как ее устранить и главное в какой последовательности выполнять ту или иную операцию от вас жду поддержки виде лайк если это видео вам понравится комментариях она была очень полезна для вас и конечно подписывайтесь на канал переходим к небольшой дефектовки берем в работе автомобиль audi a4 пробег сто семьдесят восемь тысяч установлен двигатель объемом 3 литра 30 тд и цр буквенное обозначение двигателя си эль эйби целый бы как кому удобнее проблема стандартная для данных двигателей у нас начал уходить антифриз и при осмотре обнаружили антифриз в развале блока цилиндров попробуем сейчас посмотреть увидите его там если посмотреть переливается отражается это у нас антифриз в развале блока цилиндров может здесь увидим еще не очень удобно не очень доступно но насколько можно настолько и видим грубо говоря в общем лучшие место чтобы посмотреть вот здесь но это на видео не очень хорошо не видно не очень хорошо понятно факт в том что антифриз входит обнаружен в развале блока цилиндров здесь может быть несколько вариантов проблем основные это выход из строя перепускного клапана система охлаждения которая располагается в блоке цилиндров начинает он течь и также может начать течь прокладка маслоохладителя маслоохладитель также у нас установлен в развале блока цилиндров и стандартные проблемы для любого автомобиля это выход из строя уплотнительных элементов таких как прокладки кольца также может это здесь присутствовать но опять же две основные проблемы это перепускной клапан и маслоохладитель для того чтобы точно установить неисправность нам необходимо будет снять верхнюю часть впускного коллектора добраться чтобы визуально точно определить саму неисправность любом случае чтобы не вышло из строя или перепускной клапан или прокладка маслоохладителя необходимо будет заменить оба элемента чтобы не возвращаться туда потому что эти неисправности довольно часто встречаются на данных двигателях будем считать разборку нам в первую очередь необходимо демонтировать впускной коллектор что хочу делать сначала сначала уберу заслонку откручиваем червячный хомут на патрубе патрубок в сторону здесь на заслонке снизу штекер легко снимается нажали на язычок вот он и штекер стягиваем и дальше три болта под только 130 вот они 1 2 3 откручиваем и уберем заслонку для чего это хочу сделать потому что здесь снизу кронштейн металлические крепления вот этого воздуховода пластикового надо будет открутить и удобнее будет подвесить уже к болту нижнему именно в моменте когда будет отсутствовать заслонка здесь обязательно устанавливаем заглушку воздуховод чтобы внутрь ничего не попало я буду использовать ветошь попробую где-то в стороне закрепить и осталось три болта под только 130 заслонку убрали и теперь открутим болт крепления кронштейна 1 корпус щупа будет 2 и вот здесь будут крепления хомута который крепит трубку подачи выхлопных газов сюда на впуск здесь два болта у нас под только 130 хомут затягивается болтом под шестигранник 5 миллиметров и уже после этого мы открутим последний болт и здесь внизу попозже его покажу ради именно ради этого болта и снимать заслонку чтобы было удобнее до него добраться пока откручиваем эти три болта и хомут конечно убираем в сторону хомут полностью снять не получится но оставлю его здесь в принципе мешать не будет болт также не упадет потому что болт установлен в отверстие и с внутренней стороны на резьбе установлен такое уплотнительное кольцо резиночка просто чтобы болт не вывалился поэтому можем здесь оставить хомут на металлическом этом гофрированном воздуховоде ничего страшного с ним не случится здесь открутились открутились сейчас покажу оставшийся болт кронштейна его открутим и потом уже перейдем к верхней части впускного коллектора последний болт именно этого крышны который нас интересует переключен здесь вертикально видите снизу вверх прямо возле металлической трубки и когда установлен здесь хомут то до болта очень тяжело добраться и конечно же когда заслонку установлена что очень очень тяжело открутить его и после наживлять поэтому вот он под торг 130 виден в отражении откручиваем его вот последний болт и теперь у нас та часть которая пластиковая до следующей заслонки не закреплена и в принципе можем двигаться дальше переходить к верхней части впускного коллектора далее снимаем здесь штекер заслонки его вниз убираем хочу убрать этот клапан чтобы здесь он нам не мешал также стягиваем штекер вниз клапан можем стянуть с посадочного или открутить его давайте открутим чтобы кронштейн также не мешал у нас здесь два болта 1 2 под торг 130 и две трубки в вакууме можно пометить можно запомнить какая откуда идет их стягиваем болты клапана откручиваем в принципе тут тяжело будет перепутать трубки потому что один выход толще 2 уже и трубки также эти шланги у нас внутренние диаметры один больше один меньше поэтому не должны перепутать в момент установки смотрим что у нас здесь еще по проводки можем брать этот штекер также чтобы не мешал именно сам провод за серая часть это стопор не необходимо приподнять вверх так приподняли нажимаем на язычок все штекер стягивается вот он стопор и штекер с датчика давления в топливной рейке также уберу побольше места освободиться и удобнее будет потом снимать коллектор вы щелкиваем шланг обратки из посадочного крепления аккуратно поможем отверткой вы щелкнули шланг обратки пока еще не разъединяю ничего именно в плане топливной системы никакие штекер никакие соединения вернее сейчас посмотрим что есть по проводке еще выщелкиваем это у нас трубка системы охлаждения выщелкиваем пробы жгут проводки аккуратно достать для этого видите использую вот такую вилку так выщелкнул все что возможно здесь трубка раз системы охлаждения жгут проводки обратка топлива здесь еще пару шлангов которые были в кронштейне здесь посадочного соединения штекеров выщелкнем и разъединяем штекеры вот еще здесь снизу также шланг обратки уберу все таки здесь проводку разъединю все что возможно шланг обратки теперь у нас здесь наверху можем его даже вниз упустить штекер с этой стороны также убираем кронштейн убираем который у нас на впускном коллекторе крепится я ошибся немножко совсем чуть-чуть как говорится это не система охлаждения это же у нас вакуум приподнимаем только вот эти усики этого достаточно чтобы разъединить два элемента трубки с вакуумной системой разобрались жгут проводки у нас выщелкнут еще что у нас здесь трубка вентиляции в посадочном попробую также здесь стянуть с клапанной крышки здесь видите система быстросъема нажимаем вот на эти ребристые части и защелки расходятся в сторону обычно еще можно помочь аккуратно отверткой защелком отойти также трубку убираем в сторону еще очень интересное крепление смотрите вот оно его вытянем по направлению к турбине видите как оно защелкивается здесь да конечно сверху тут нагорожено нормально тут было еще более удобно по максимуму разъединяем все штекеры теперь видите жгут у нас здесь разъединен можем его двигать вопрос в том будет ли достаточно нам этого или с противоположной с правой головы нам также придется разъединять всю проводку и как много мы там сможем разъединить сейчас посмотрим здесь по правой голове пока решил проводку не убирать потому что куда-то вниз идет жгут проборки по передней части двигателя и все убрать не смогу поэтому что будем делать попробую сейчас убрать крепление пластиковое здесь у нас два самореза под только 30 вроде как я посмотрел все мы здесь отсоединили все выщелкнули убираем убираем данное крепление и будем двигаться дальше вот так оно выглядит сборка конечно будет интересно важно будет ничего не забыть все проложить на свои места аккуратно закрепив так сейчас уберу вот здесь жгут небольшой со штекером и видим у нас здесь топливные трубки прикручены к топливные трубки прикручены кронштейнами к отпускному коллектору сверху проводка конечно мешает верхнюю трубку сейчас откручиваем устанавливаем заглушки и здесь трубка крепится раз саморез два болт который соединяет между собой две трубки и штуцеры раз и и на противоположной топливной планке два откручиваем для начала саморез болт отжимаем трубки устанавливаем вместо трубок между вернее штуцеров трубки заглушки и здесь еще одно крепление одной трубки топливной вот надеюсь сейчас увидим вот трубка вот крепление давайте попробуем снять трубку со второй клапанной крышки чтобы она нам совсем тут не перекрывала доступ получилось и теперь конечно лучше будет вот сейчас видна и трубка и саморез копление трубки трубку пока убирать не буду потому что все до нижней части добраться не могу до противоположного штуцера откручу пока саморез будем откручивать впутной коллектор посмотрим даст нам эта трубка коллектору брать мне все таки придется что то еще делать что еще хочу убрать не то что хочу а надо необходимо разъединить трубку обратки системы охлаждения но для того чтобы ее разъединить необходимо конечно же слить антифриз поэтому сейчас откручиваем пробку на расширительном бачке поднимаем автомобиль снимаем защиту если она есть сливаем антифриз сняли защиту двигателя пластиковым и вот здесь по правой стороне на нижнем по трубке радиатора здесь у нас сливной крайне сливная пробка откручиваем ее против часовой стрелки сливаем антифриз антифриз сливается теперь можем уже убрать стопор здесь и разъединить две трубки здесь скоба такая металлическая просто приподнимаем вверх два элемента разъединяем можем видим дальше соединение можем также там разъединить или здесь с бачка расширительного разъединить трубку и сам бачок выход на бачке полностью трубку убрать как кому удобней теперь откручиваем уже коллектор у нас получается на каждой из сторон крепления коллектора по 6 болтов под торг 130 если смотреть то у нас вот здесь один возле фильтра раз два три и там не видно здесь четыре и два болта со стороны турбины попробуем их увидеть здесь пять и шесть и здесь такая система из противоположной стороны то есть 12 болтов откручиваем будем пробовать демонтировать впускной коллектор в Foundation в в все болты вкусного коллектора я открутил начал так еще перед демонтажом осматривать полностью где еще могут быть крепления я обнаружил еще одно крепление в районе заслонки здесь внизу попробуем сейчас посмотреть вот здесь под заслонкой видно или нет надеюсь видно будет вот он болт который крепит заслонку под торг за 30 попробуем посветить вот он этот болт получается идет через заслонку прикручен к кронштейну его откручиваем и тогда по идее можем уже пробовать демонтировать коллектор ну вот этот болт теперь будем пробовать не очень удобно демонтировать коллектор мешает датчик давления в топливной рейке трубки сзади топливная мешает пробую сейчас открутить датчик давления посмотрим будет ли у нас возможность поднять переднюю часть коллектора возможно этот воздуховод с заслонкой также придется демонтировать но так спеша аккуратно вывели зацепление и демонтировали впускной коллектор впускной коллектор сейчас обязательно установим заглушки во впускные каналы подачи воздуха и будем демонтировать охладитель егр что будем здесь делать с ним шланг здесь у нас штекер датчик температуры уже разъединен здесь трубку убирать отключить не обязательно может получится и вывести здесь между кронштейнов эту кронштейном и корпусом щупа здесь хомут сзади на трубке необходимо открутить такая система как и спереди кому-то берем сторону и штекер с привода заслонки с привода клапана болты крепления 1 1 2 3 4 4 болта это все откручиваем и охладитель демонтируем охладитель егр также демонтировали и теперь посмотрим что у нас здесь видно чем нам предстоит работать дальше во первых видим что у нас очень здесь много антифриза и уровень его здесь был еще больше чем на данном этапе чем мы видим смотрите как высоко следы от антифриза сразу глаза бросается что у нас выход который на пластиком таком фланце обломан тут видны подтеки антифриза по кругу на часть осталось в корпусе охладителя эгр там вместе с прокладкой видно что тоже совсем печально все было знаю однозначно здесь антифриз подтекал также если там внутри смотреть на штоки привода на регулируемого клапана у нас видны подтеки антифриза сейчас не очень здесь камере можно это увидеть будем снимать посмотрим для того чтобы добраться до клапана необходимо будет убрать охладитель масла радиатор масляный и этот вот пластиковый фланец который у нас облома конечно сняв предварительно шланг сейчас я постараюсь по максимуму отсюда откачать антифриз из развала выйдут все просушить и будем двигаться дальше будем все разбирать демонтировать я сейчас чищу смотрите то все красное что было по бокам запекшийся антифриз миллиметра миллиметр толщиной где-то больше где-то меньше на стенках видите давно здесь все текло вот здесь допустим тоже все эти слой вот вычистить аккуратненько туда вытянуть здесь и после уже только разбирать чтобы внутрь ничего не попало максимально все это удалить но пока чистим вы когда все подготовлю продолжим дальше вычистил выдал вымыл по максимуму что возможно что-то здесь в передней части двигателя еще есть сзади там побольше конечно но что мог достал остальное уже будем вычищать когда уберем маслоохладитель когда открутим фланцы системы охлаждения в общем когда там побольше будет мест плюс удобнее будет пылесосом подлезть чтобы этот нагар который сейчас твердый стал от антифриза не его аккуратно туда удалить сейчас первым делом хочу наверное наверное снять все таки этот фланец снимем шланг стягиваем сторону откручиваем болт под головку т-30 раз элемент если посмотреть то очень хорошо сейчас видно что прокладка ужата по максимуму плюс вот здесь попробуем посмотреть видим что-то или нет видим что здесь уже начинал возможно пускать потому что антифризы у нас везде и здесь и здесь и здесь а здесь еще видите нет следов из прокладка еще держала если посмотреть очень сильно ужата с этой стороны есть немного выступает сейчас хочу попробовать снять шланг если он легко снимется не снять чтобы он нам не мешал конечно если он там укорил на посадочном с противоположной стороны при пустом клапане тогда особо упираться не будем будем работать так дальше очень легко поэтому запомним запомним где какая сторона для себя я ставлю один хомут буду знать что там где хомут это устанавливаем на перепускной клапан двигаемся дальше демонтируем маслоохладитель здесь стягиваем хомут с одной из сторон я буду стягивать со стороны корпуса водяного насоса шланг сразу начал крутиться проворачивается на посадочном это радует и откручиваем болты крепления у нас раз два три четыре пять шесть шесть болтов перед тем как сейчас откручивать аккуратно продуем еще именно по периметру вокруг маслоохладителя чтобы внутрь у нас ничего не попало желательно после того как мы будем будем поднимать вверх маслоохладителя аккуратно слегка продуваем так по периметру проходим так чтобы грязь мусор не разлетались в то же время чтобы от края наружного водителя мы все открутили все и пробуем аккуратно снимать с посадочного на направляющих сидит маслоохладитель все потекло это печально убрали маслоохладитель видите с него очень много еще натекло и антифриза и масло все постарался выдать откачать сейчас более-менее все выглядит но опять же стараемся чтобы ничего никуда не попадало посмотреть сколько сколько здесь этих элементов мусора или как-то окаливания в общем запекшийся антифриз и снова если посмотреть на прокладку которая у нас здесь установлена она очень сильно ужата заподлицо с торцевой плоскостью это несущий плат переходной так что опять же как я и говорил у нас несколько вариантов где может течь антифриз как здесь такой верхней части где у нас обломана было здесь по прокладке по самому клапану перепускному по прокладке клапана перепускного также по прокладке которая вот под этой несущей платы установлены все может течь сейчас попробую прокладку убрать здесь если получится заклею отверстие и дальше будем разбирать этого будет достаточно теперь открутим болты крепления перепускного клапана здесь три болта под только 130 видны очень хорошо подтеки возможно опять же смотрим состояние прокладки могло и по прокладке также подтекать это все убираем отсюда установлю заглушку и теперь смотрите попробую убрать весь мусор пылесосом что видите сколько всего вот это нагара запекшегося антифриза везде просто здесь и там конечно внутри все каши что-то достану что-то пылесосом в общем подготовлю сейчас по максимум попробую поверхность внутри развала чтобы еще хочу снять несущую плату также под ней произведем замену уплотнительной прокладки пока вычищу все подготовлю и потом уже продолжим видео вычистил насколько мог все подготовил это максимум что я смог сделать сейчас уберем промежуточную плату она крепится у нас еще раз два три четыре четыре точки крепления 4 болта под только 130 откручиваем их убираем плату и остатки антифриза остатки масла все что там будет также убираем вот наша промежуточная плата видим уплотнительные прокладки кольцо уплотнительное также не очень сильно тут опять же если посмотреть как будто следы антифриза могут присутствовать видите сильно очень ужаты прокладки прямо за под лицо с торцевой поверхность поверхность прилегания и именно по этим прокладкам по этим уплотнительным элементам может опять же течь антифриз или масло в данном случае у нас только проблема по антифризу но масло также бывает и здесь течет сейчас обязательно конечно вставим заглушки отключаем по максимуму антифриз масло здесь из отверстий устанавливаем заглушки все чистим поверхности прилегания подготавливаем удаляем по максимуму весь нагар грязь из-за развала блока цилиндров чистим все элементы которые будем устанавливать старые в данном случае это промежуточная плата охладитель масла остальные элементы будут новые припускной клапан фланец это будут новые элементы их чистить не нужно подготавливаю заказываю запчасти перейдем уже к сравнению запчастей покажу что будем устанавливать под какими номерами и дальше к сборке и теперь давайте посмотрим какие части к нам пришли что мы будем устанавливать что используем все элементы которые сразу можем установить на свои посадочные места сразу устанавливаю давайте начнем с мелочевки это у нас уплотнительное кольцо на заслонку я все части покажу номера также будут все в описании к видео постараюсь написать и оригинальные номера и номера тех частей которые используем как допустим здесь используем everring прокладку под таким-то номером по оригиналу она будет идти естественно под другим кольцо сразу устанавливаем на посадочное на заслонке видите я все части уже вымыл подготовил на двигателе также поверхности прилегания вычистил сейчас сравним все запчасти установим все что можно на место установить и приступим к сборке далее это у нас фланец который был обломать он был заказан по оригиналу тут даже стоит оригинальный номер 0 5 9 1 2 1 506 х и очень интересно видите здесь должны быть две прокладки но по оригиналу идет только одна снизу уплотнительное кольцо а верхнего кольца нет его также заказывали новое вот номер сразу его устанавливаем и фланец у нас готов к установке далее уплотнительное кольцо который устанавливается на плату под охладителем масла также оригинальный номер 0 5 9 117 0 7 0 а и вторая прокладка здесь также устанавливается с нижней части платы 0 5 9 117 0 7 10 заказано видите по оригиналу устанавливаем кстати затем как установить давайте посмотрим по толщине старой новой прокладки сравним их обратите внимание насколько старая вот она уже новой именно по высоте то есть ниже они и она такая уже очень жесткая но это мягкая новая прокладка естественно так и нам необходимо уплотнительные уплотнительный элемент установить с верхней части данной платы вот номер 0 5 9 117 0 7 10 б оригинальный номер устанавливаем также данный элемент на место есть что у нас еще масляный фильтр маля потому что необходимо будет произвести замену масла и антифриз естественно свежий зальем клапан перепускной идет сразу же оригинальный 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 да оригинальный вот номер 0 5 9 как видите начинается сразу с уплотнительной прокладкой с уплотнительным элементом они у нас визуально ничем особо не отличаются идентичны будем устанавливать отлично все и по впускному коллектору еще пару элементов что у нас были заказаны уплотнительные кольца на впускной коллектор у нас кольца двух видов видите круглые такие прямоугольные круглые заказали все кольца по отдельности круглый вот номер да все правильно это у нас прямоугольные ставим все кольца на место и еще два элемента прокладка 1 вот номер и прокладка 2 вот номер отличается только последней буквой это уплотнительные кольца которые устанавливаются одно сюда на вход на впускную часть и второе на трубку которая осталась у нас на двигателе то есть это выходы которые соединяются с проходителем EGR здесь кольцо сразу установим новое но второе уже установим на охладители нет это когда это на охладитель на сам ставится не на трубку которая на двигателе а на охладитель EGR так здесь все собрать все сопчасти сравнили и сейчас уже переходим к двигателю будем все собирать теперь же можем начинать заниматься сборкой непосредственно на автомобиле все будем установить на место первое что мы делаем перед тем как удалить все заглушки всех отверстий выдуваем из резьбовых отверстий остатки жидкости если там что то есть это обязательно нужно сделать чтобы мы случайно не раздавили ничего что если жидкость останется вы видите что здесь было может просто лопнуть резьбовое отверстие во время зажатия болтов крепления достаем заглушки из отверстия в развале блока цилиндров обезжириваем поверхность прилегания и устанавливаем промежуточную плату здесь у нас все подготовлено уплотнительные элементы установлены все на свои посадочные места наживляем четыре болта крепления эти четыре болта крепления пока не зажимаем сначала устанавливаем клапан на посадочные наживляем болты крепления клапана потому что болты крепления клапана закручиваются в блок цилиндров то есть тоже прижимают промежуточную плату и теперь уже можем зажать все семь болтов зажимаем делимся от центра краям и потом проверяем каждый болт по кругу проходим чтобы не пропустить нажимаем болты усилим 10 минут на метр далее устанавливаем маслоохладитель наживляем болты также от центра краям зажимаем маслоохладитель усилием 10 минут на метр маслоохладитель установлен зажат не забываем установить сразу хомух на свое место все отлично двигаемся дальше устанавливаем коротенький патрубок на выход с клапана как помните с той стороны где у меня был хомут эта сторона установки на клапан обязательно смотрим внимательно контролируем чтобы хомут аккуратно и ровно сел на свое посадочное место чтобы не было перекосов чтобы кому не стал ниже одной стороной по всей окружности чтобы идеально обжимал патрубок потому что как понимаете потом добраться сюда будет не очень удобно и осталось нам здесь установить выходной фланец убираем заглушки сразу на патрубок заводим хомут устанавливаем фланец болт дальний я наживлю вот который ближе к нам короткий его зажимаем полностью также всем 10 минут на метр дальний почему не зажимаем потому что он зажимается через корпус охладителя егэр конечно же хомут на место убираем болт укладываем на место трубку так все готово и осталось установить охладитель егэр уплотнительное кольцо здесь промазываем антифризом чтобы охладитель легче заходил на выходной на выходной этот фланец на самом промежуточном фланце так все будет запутанно давайте еще необходимо на охладитель егэр установить металлическое уплотнительное кольцо вот оно как помните устанавливается с этой стороны и теперь устанавливаем на месте охладитель егэр аккуратно проводим так чтобы мы тут ничего не сломали не повредили отлично смотрим хомут спереди на месте шланг обратки здесь это у нас все здесь все окей все на своих местах шланг сейчас посмотрим который устанавливается спереди есть возможность на место установить есть сзади выход соединен все можем наживлять болты крепления и зажимать их вот здесь видите косичок я допустил не провел вверх провод глава проблема сейчас придется чуть при поднятии здесь вот провод вывести нить его поджал вот теперь все правильно и теперь можем уже зажимать все наживлять также эти болты и зажимаем усилием 10 метров на метр не забываем про хомут и все у нас готово с охладителем мы разобрались сразу можем установить хомут крепления охладителя и теперь уже можем переходить к установке пускного коллектора у нас все собрано здесь все зажато можем максимум что еще защелкнуть крепление подсоединять пока еще не буду потому что неудобно будет коллектор заводить так все у нас подготовлено сейчас уберем заглушки и будем устанавливать на посадочные впускной коллектор все заглушки из спускных каналов в левой правой голове я убрал можем устанавливать такой коллектор не забываем установить прокладку здесь металлическую металлическое кольцо на соединение с металлической гаврированной трубкой аккуратно заводим коллектор на посадочные коллектор стал на свои места смотрим чтобы ничего не было поджато прижато чтобы все трубки проводка у нас аккуратно были уложены вокруг коллектора у нас все хорошо все отлично наживляем болты крепления впускного коллектора зажимаем от центра идем к краям причем зажимаем сначала внутренние два болта потом наружные здесь внутренние и потом наружные то есть проходим все болты потом проверяем в конце каждый по очереди чтобы убедиться что мы ни один не пропустили болты у нас зажимаются усилием 9 ньютонов на метр в первую очередь нам необходимо установить болт вот сюда внутренний потому что я достал коллектор вместе с ним и сейчас может кстати не очень удобно будет его заводить поэтому может быть придется немного коллектор подвигать а потом все уже наживляем болт я наживил больше здесь двигать ничего не буду поэтому наживляем и зажимаем датчик давления на рампе по кусочкам забираем за собой осколки жиды почему-то кто-то плачет кто-то веселится мысли берегу страны и для чувств нет уже места так нечестно все галактики несчастья разбросала во вселенной здесь огнем меняется а верить в чудеса не вредно только те кто в глубине души нашей три и отражение блики завтра утром мир дождется от любви от любви чувства упадут на землю от наших мечты в ради отель 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 Продолжение следует...